Девчонки, всем привет! Сегодня на обзоре вот такая небольшая посылочка. Сегодня будем работать с верхними формами и обзор у меня полигелей. Расскажу, о чем я поняла, работая с ними. Итак, у меня в коллекции вот таких три полигеля. Первый полигель, мой самый любимый, тот, который мне понравился больше всего. Это полигель от Nail Passion. Объясню, почему он мне больше всего понравился. Посмотрите, у него очень мелкая зернистость. То есть внутри акрил, который смешанный с гелем, он очень мелкий и он самый удобный в работе. И еще один полигель от TNail, он мне уже понравился меньше, но тоже справляется со своими свойствами. И вот такой акрил гель с Алиэкспресс. Ноготочки я уже сделала маникюр, обезжирила, нанесла праймер и базу. С базы сняла липкий слой и начинаю подбирать формы. Форма должна подходить по размеру. Вот этими штучками нужно вниз, чтобы они смотрели. И подбирая формы так, чтобы точки в роста у нас были относительно формы ровно. Использую вот такую жидкость от RUNNail. Объясню, почему. Она не испаряется из колпачка, как, например, спирт или обезжириватель. В общем, мне ей работать понравилось. Намного проще ей работать с акригелем, полигелем, кто как нравится, кому как нравится назвать. В общем, я беру форму, беру вот такой полигель. Сегодня мы протестируем оба полигеля. Беру жидкость, налила его в обычный колпачок. И вот такая моя любимая кисточка-шестерочка от Рублев с закругленным кончиком. Беру капельку среднюю, не очень большую, не очень маленькую. Такую, чтобы хватило намазать на всю длину. Но в то же время, чтобы полигеля не было слишком много и он не выдавливался. И вот такими простыми движениями просто распределяю по типчинке. Вообще, наращиваю на верхних формах, честно скажу, первый раз. Наращиваю обычно на обычных формах, то есть на нижних. И гелем, акригелем донаращиваю. Есть свои плюсы, свои минусы. Попозже немножко об этом расскажу. Итак, мы делаем длину заранее, чтобы нам сильно много не пилить. И посмотрите на видео, даже видно, как он прилипает, этот полигель. Я придерживаю форму и просушиваю несколько секундочек в лампе. А потом уже подтираю лишнее и досушиваю до конца. И не забудьте снизу посмотреть, чтобы не было ступенечки. Итак, следующий акригель, это от Эннел. Видите, он даже белеет, когда вы его достаете. То есть он уже не такой пластичный. Мне он понравился меньше, чем от Нейл Пэшн. Вообще, честно скажу, Нейл Пэшн – это просто король всех полигелей. Пока что из всего, что я пробовала. Акригелем от Нейл Пэшн мы нарастили два ноготка. И теперь будем использовать акригель от Эннел. Также все просто, распределила аккуратненько по типсе. Не слишком много, не слишком мало. И теперь вот такими движениями, аккуратно покачивающими, мы убираем форму. Меня поразили, что очень ровные блики получились. И вообще, очень это быстро я все сделала. Потом обезжириваю ноготочки и придаю им форму. После того, как мы придали форму, нам нужно обязательно убрать вот такую небольшую ступеньку. Хоть мы убирали излишки акригеля, когда приставляли форму, но все равно немножечко они вылезли. И поэтому сейчас нам нужно просто сравнять, сделать плавный переход от ноготочка к акригелю. Очень быстро. Все это я сделала где-то за 15-20 минут. И теперь обязательно я промазываю ноготочки своей клиентки базы, так как акригель у нас не везде. То есть у кутикулы его самое минимальное количество. Берем цвет от Жеснейл номер 511. Посмотрите, какой красивый цвет с мелким-мелким шиммером. И покрываем спокойно в два слоя. Можно даже в один, но я всегда делаю в два. Консистенция у этих лаков очень приятная. Ложатся они хорошо. Я уже об этом говорила в своем предыдущем видео. Первый слой никогда не подгоняю под кутикулу, дабы не утяжелить маникюр, чтобы не сделать ступеньку при отрастании. То есть когда вы оба слоя подгоняете под кутикулу, то у вас при отрастании будет такая небольшая ступенька, потому что там много материала скопилось. И вторым слоем я уже прокрашиваю тоненькой кисточкой под кутикулой обязательно и у боковых валиков. Вот такой результат у нас сегодня получился. Очень быстрый маникюр, очень быстрое наращивание. Пользуюсь я нижними вот такими формами. Сейчас быстренько покажу, как я это делаю. Форма обязательно подрезаю под ноготь, потому что очень мало каких ногтей подходит сразу же к форме. Сначала мы убираем кружочек вот этот, прилепляем его сзади и подставляем в форму, обязательно в согнутом состоянии. Запоминаем, где точечки в роста. И я вырезаю вот такие полукруги. Сейчас покажу, как я это делаю. Это нужно для того, чтобы форма хорошо встала под ноготь и была продолжением своего ногтя. В акригеле есть даже на таких формах плюс в наращивании, потому что он не заливается под форму, если вдруг она где-то съехала или встала неровно. Вы всегда можете это поправить, и он хорошо отделяется от кожи. Гелем работать мне кажется сложнее. Кому-то, конечно, привычнее, но я говорю сугубо свое личное мнение. И то есть времени уходит больше, так как каждую форму мы подгоняем под свой определенный ноготок. Но такие формы тоже имеют место быть, потому что когда мы наращиваем один ноготочек, например, нам нужно нарастить, клиентка сломала, то я всегда пользуюсь такими формами. Во-первых, они недорого стоят, а во-вторых, их хватает очень надолго. Итак, из этих двух акригелей я бы посоветовала Nail Passion. TNL тоже неплохой, справляется с ремонтом ногтей и с наращиванием, в принципе, тоже. Но Nail Passion он как-то помягче, и он менее зернистый. То есть консистенция у него мне понравилась больше. И еще вот такой эластон для работы с акригелями. Он, смотрите, у меня колпачок простоял целых полтора часа, и он у меня даже не выпарился. Очень интересное средство, мне понравилось. Обязательно буду его тестировать еще. Это жидкость для работы с эластонгелем от Runail, но его можно использовать с остальными акригелями. В общем, всем советую. Такая жидкость мне тоже очень понравилась. И обратите внимание как раз на эту фирму, потому что, девочки, я правда была в восторге. Вам плохого не посоветую. Верхние формы очень интересный на самом деле продукт. Я знаю, что это не новинка, но с появлением акригеля с ними стало работать очень-очень удобно. Советую всем попробовать. В общем, кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!